Вы, рекламируя свою продукцию в Фейсбуке, то есть вы эту услугу оплачиваете, соответственно, сумму, которую вы перечисляете, скажем, в Фейсбук, вы с него должны оплачивать два налога. НДС в бюджете Республики Аджикистана и 15% налога на доход нерезидента. Если блогер-физическое лицо занимает блогерство и от этого получает соответствующий доход, регулярно получает доход, соответственно, это считается предпринимательской деятельностью. Он должен пройти процедуру регистрации, получать соответствующий разрешительный документ, и он может этим заняться, и, соответственно, уже налоги оплачивают будут согласно нормам других статей налогового кодекса. Безналичный расчет – это и есть основной момент пополнения бюджета. Да, многие с этим не согласны, многие этого не хотят, но чем раньше мы перейдем на безналичный расчет, мы многие проблемы уберем. Само стилистики именно налогового законодательства имеет свою особенность. Чтобы понять в налоговый кодекс, опять же, вот я удивлю вас, надо его читать не с первой главы, а со второй главы. Привет, это «Бизнес-среда» от Академии Трех Медведей. Меня зовут Зипо Таджибаева и мой бессменный соведущий – Фарфорд Холматов. Этот цикл специально для предпринимателей. Мы разбираем вопросы, с которыми вы можете столкнуться. Сегодня у нас в гостях управляющий партнер международной аудиторской компании «РСМ Таджикистан» Бахруло Мулоев. Сегодня мы разбираем самую-самую актуальную тему налогового законодательства Таджикистана. — Здравствуйте, Аки Бахруло. — Здравствуйте. — Аки Бахруло, вы как эксперт в области налогового законодательства, скорее всего, знаете все, что связано с налогом на Google. Его приняли 1 января. И есть какое-то предположение, на какую сумму может рассчитывать бюджет Таджикистана? — Прежде всего, я думаю, что когда была принята эта норма в налоговом кодексе, были как бы взяты примеры других стран, особенно наши соседи. К примеру, у Республики Узбекистан получил от Google конкретно за первый квартал 2020 года 85 тысяч евро. После как бы поступила информация, что вслед за Google зарегистрировал и оплатил Facebook, Apple и Amazon. Россия, в принципе, ввела этот налог еще в 2017 году. Они получили за три года, это 2017, 2018, 2019 год, порядки больше миллиард долларов. Ну, миллиард и 0,3 долларов переводом на сегодняшний курс. Следующий сосед, который наш это принял, это Белоруссия, который в 45 миллион белорусских рублей, это перевод на сегодняшний курс, порядки 15 миллионов долларов они получили. Республика Казахстан, именно из бывших стран Советского Союза, считается самым тем реформатором, именно налоговым реформатором и более благоприятным местом для ведения бизнеса и более благоприятным в области налогообложения. То есть, как бы другими словами, низкими налоговыми ставками и низкими налогами. И вот, Республика Казахстан тоже был принят, это был принят в 2020 году. Вы сказали, Узбекистан, 85 тысяч за квартал. Много, мало? Ну, если считать именно, скажем, уровень ВВП Республики Узбекистан, это за один квартал, если умножим на год, умножаем его на 4, это где-то в районе, получается... — 340 тысяч. — 340 тысяч одной компании, это, конечно, мало. Ну, если какую критерию, например, скажем, наши налоговые органы взяли в пример, это уровень пользователей, скажем, интернета или, скажем, от уровня ВВП, все равно мое мнение, что это покажет время. Но хотел добавить, что Российская Федерация, депутат Российской Госдумы предложил отменить этот налог, причиной того, что он будет препятствовать развитию IT-технологий в Российской Федерации. То есть, фактически, если за три года они получили порядка 1 миллиард долларов, если его разделить на год, это получается по 330, ну, больше 330, 330 миллионов, да. Для российского бюджета и уровень, как бы, ВВП, эта сумма, как бы, маленькая, да. Но какую сумму будет ожидать наш бюджет от, скажем, налога на Google, все равно мое мнение, что пока точного прогноза нет. А почему они хотят отказаться? Дело в том, что, ну, как бы, в СМИ я почитал, по крайней мере, что якобы, вы имеете в виду Российская Федерация, якобы это препятствует развитию самой IT-технологий. То есть, например, в моем понимании, например, Google не все свои продукты будет продавать на территории Российской Федерации, и это приведет, скажем, к неразвитию IT-технологий. Вы сами знаете, что сейчас весь мир именно, как бы, старается, чтобы у них в государствах развивала именно IT-технология, и в том числе Таджикистан тоже. Ну, как раз-таки, вот у нас сейчас так активно стали обсуждать технопарк и возможность вообще создания технопарка в Таджикистане, но при этом принимают налог на Google. А в новом законодательстве, да, в новом проекте налогового кодекса про технопарк я, кстати, ничего не нашла. То есть, они не учлили, они отложили, и предполагается, что это будет позже. Вы, кстати, принимали участие в обсуждении. Да, в принципе, я вначале участвовал, но я хотел бы отметить, что я в данный момент не участвовал в разработке. Я вначале именно приглашен был как независимый специалист. В связи с тем, что работа не позволяла, я не смог дальше участвовать, дальше в разработке. Ну, вы же смотрели, да, этот новый проект, который они выкладывали для обсуждения на сайте Минфина? Честно вам скажу, я посмотрел именно те части, которые, по моему мнению, были очень спорными. Я бы хотел видеть эти части, как изложены в новой редакции налогового кодекса. В принципе, я пока, так как он проект, не имею права озвучивать свое мнение. Я читала узбекских блогеров, которые писали о том, что когда там был введен налог на Google, он противоречил соглашениям о двойном налогообложении. В частности, вот то, что связано с Российской Федерацией, с российскими компаниями. В принципе, это опять же, повторюсь, это мое личное мнение, особенно статья 176 и статья 177 налогового кодекса, это часть НДС, они практически охватывали, скажем, требования статьи, которые вновь были приняты как налог на Google. Мое мнение в том редакции, в которой сейчас оно есть, оно не противоречит, но оно четко, ясно не указано. Я надеюсь, что в новом налоговом кодексе, это как бы именно часть налога на Google более широко будет указана и как бы более понятным, понятно будет указано, что можно будет понять, как оплачивать его, кто оплачивает его, при каких обстоятельствах оплачивает. Честно скажу, нынешний вариант, есть много вопросов, но оно, мое мнение, не приводит к противоречиям. Дело в том, что, мое мнение, опять же, вся реклама, скажем, пошла в интернет, и, соответственно, речь идет, а в основном это доход от рекламы продукции. Google в основном или Facebook рекламируют, соответственно, продукции ведущих мировых производителей, и, соответственно, рекламируя эту продукцию, они получают доход. Если эту продукцию видят на территории службы Таджикистана, и, соответственно, считается, что они рекламируют на территории службы Таджикистана, получают доходы. И, соответственно, налоговый орган требует, что если они получают, как бы рекламируют на территории Таджикистана через интернет-сет, и, соответственно, они должны оплачивать тот объем налога, который по определенным показателям, который рассчитывается, это я как бы как технолог не могу сказать, они должны декларировать в Таджикистане и оплачивать. А как это посчитать? Налоговые органы Таджикистана, как я понимаю, посчитать это не смогут? Да, я с вами согласен. Можно только рассчитывать на то, что они сами, эти крупные корпорации, придут и скажут? Мое мнение, что они являются как бы листинговыми компаниями, и, соответственно, прозрачность учета у них должна быть обеспечена, соответственно, они должны, и они ежегодный аудит проводят, и, соответственно, они должны будут прозрачно указать ту часть дохода, которую они получают из источников Республики Таджикистана. Только этот вариант. Но доступ иметь нашим налоговым органам, проверять, что действительно они указали правильно этих доходов, на сегодняшний день я не вижу возможности, я не вижу такой возможности, чтобы наши органы могли бы проверять это. Ну, налог с покупки будет платить тот, кто покупает же? Если обратить эту статью, статья 193, особенно скобка 5, как раз там именно купли-продажи интернет, там как раз и не входит сюда. Именно, вот если разобрать эту статью, то именно вот эта часть указана, что интернет купли-продаж, который физически происходит, это как бы туда, в эти как бы платы налогов не входит. В принципе, для купли-продажи у нас есть другие статьи налогового кодекса и, скажем, если это за пределом Республики Таджикистан, то, соответственно, есть таможенное законодательство. Например, мы заказываем через интернет-магазин товар, и мы его получаем. Здесь как бы вступает, если мы импортируем его, да, или мы через, как бы скажем, почтовых переводов их получаем, опять же, если это идет на личные потребления, то, соответственно, оно не должно облагаться налогом. Но, если физическое лицо регулярно будет заказывать, то у таможенных органов и налоговых органов появляется интерес и, соответственно, могут сказать, могут проверять на предмет того, что это физическое лицо заказывает для личных целей, а может его и продает и занимается скрытой предпринимательской деятельностью. То есть, такие варианты, как бы, развития событий возможны. Поэтому сказать, да, действительно, вы правы, что при покупке товаров, естественно, налог оплачивается покупателям, где он продал этот товар, и это особенно указано в статье 128 Налогового кодекса Республики Таджикистан, что при импорте, если это касается импорта, то, соответственно, оно не облагается налогом на доход нерезидентов. То есть, лицо, которое покупает, он, соответственно, за доход полученный продавцом, он не оплачивает налог. Если компания или индивидуальный предприниматель воспользовались услугами того же Фейсбука, Гугла, они сами должны выплатить НДС, потому что им, например, Фейсбук не покажет, да, сколько он там с этого НДС заплатил. Пока вот сейчас, например, не приходят таких уведомлений. Давайте возьмем такой пример. Компания X, которая работает в Республике Таджикистан, хочет рекламировать свою продукцию, допустим, в Фейсбук или в Гугле. Он за это оплачивает определенную сумму, скажем, Гуглу или Фейсбуку. Давайте возьмем это, пускай будет 10 тысяч долларов. Этот, вот, скажем, эта оплата, он не попадает под эту статью, вот, статью 193. Эта оплата попадает под статьи 176 и статьи 177, особенно статья 177. То есть, эта статья 177, пункт 5, говорит о том, что НДС оплачивается по месту нахождения покупателя услуг. То есть, вы, рекламируя свою продукцию в Фейсбуке, то есть, вы эту услугу оплачиваете. Соответственно, сумму, которую вы перечисляете, скажем, в Фейсбук, вы с него должны оплачивать два налога. НДС в бюджет Республики Таджикистан и 15% налог на доход нерезидента. Мое мнение, такие именно размещения рекламы, то есть, наши резиденты, юридические лица, резиденты Республики Таджикистан, когда размещают рекламу, скажем, в Гугле или Фейсбуке, они не попадают под, скажем, влияние статьи 193, дроп 1, дроп 2, дроп 3, дроп 4, 5. Но, с другой стороны, смотрите, Фейсбук и Гугл вам не дают физическую счет-фактуру, да? Он дает электронный чек. Все, больше ничего. А в расход этот будет приниматься? Да, будет браться, при том, что если вы оплачиваете иностранную услугу, но при этом оплачиваете в бюджет Республики Таджикистан два налога. 18% НДС и 15% налог на доход нерезидента. А если я только НДС оплатил, то в расход это не берется? Ну, в принципе, когда вы оплачиваете НДС согласно статье 177 и согласно статье 128 вы оплачиваете налог на доход нерезидента, вы обязаны оплачивать и НДС, и налог на доход нерезидента. Если не существуют международные договора об избежании двойного налогообложения касательно налога на прибыль. Но НДС это да, вы правы, вы точно оплачиваете. То есть фактом для включения ваших расходов это является оплата НДС и налог на доход нерезидента. Я налог на доход нерезидента сказал по ставке 15 не со всех услуг. К примеру, скажем, если вы покупаете, скажем, вы страхуете, скажем, услугу или товар за пределом другой страховой компании, то есть не находящей в Республике Таджикистан, и вы оплачиваете, скажем, сумму за страхование, то здесь сумма НДС вы должны оплачивать, и согласно статье 128, и сумма налог на доход нерезидента не 15%, а другая ставка, там 6%. То есть, соответственно, или услуга связь, это сотовые компании, в принципе, знают, и как на сегодняшний день так и делают, они и НДС оплачивают, и услуга связи не 15%, насколько я помню, там 5 или 6%, то есть не все 15%, хотел сказать, что не все 15%. Подождите, то есть фактически размещение рекламы, как мы все предполагали до этого, в Фейсбуке, в Гугле, оно не попадает под статью налога о Гугл, вот 193, да? Мое мнение, он не попадает. Почему? Потому что, когда вы оплату производите, есть норма статья 177, вы должны просто удержать с них НДС и налог на доход нерезидента. То есть, фактически, с этих сумм, который доход, который получает Фейсбук или Гугл, вы с них НДС и люди оплатили, и налог на прибыль, который, возможно, иностранная компания получает, у источников выплаты вы оплатили. Как быть блогером и ютубером? Они же тоже попадают теперь, обязаны платить налоги, и как их будут ловить, вычислять? Блогеры, они, по моему мнению, не попадают под влиянием статьи 193, они должны, они попадают по другим критериям. То есть, если блогер физическое лицо занимает блогерство и от этого получает соответствующий доход, регулярно получает доход, соответственно, это считается предпринимательской деятельностью. Он должен пройти процедуру регистрации, получать соответствующий разрешительный документ, и он может этим заняться, и, соответственно, уже налоги оплачивают будут согласно нормам других статей налогового кодекса. К примеру, скажем сначала, если он не патент, то есть он индивидуальный, как мы знаем, что индивидуальный предприниматель осуществляет свою деятельность на основании патента и свидетельства. Патента блогерства нету. Ну, естественно, тогда они могут, мое мнение, что они могут на основании свидетельства, и если они как бы их зарегистрируют как плательщикам налог по упрошенной системе, то тогда они будут оплачивать уже 6%. Хорошо. Блогеров еще можно вычислить, мы их всех поименно знаем. А как быть владельцем YouTube-каналов? Там как посчитать, сколько он, в конце концов, получил дохода? Хотелось бы отметить, что норма налогового кодекса, оно рассчитано для того, чтобы каждое физическое лицо и его обязанности являются, что если он получает любые доходы, он должен декларировать его, как бы, если он резидент в Таджикистан, на территории Республики Таджикистан. Как бы, если, как бы, это личная моя оценка, опять же, если блогер получает за, скажем, за размещение какого-то видео, за это он получает определенные средства, ну, естественно, у этого видео, если достаточно просмотров есть, насколько я знаю, и, соответственно, этот канал оплачивает определенную сумму, допустим, блогеру или ютуберу, скажем, он эти средства, естественно, на личном не получает, а получает его, как на расчетном счете или, так, как бы, личный перевод. Соответственно, при необходимости налоговые органы могут, соответственно, проверять их нищета через банк, сколько они эти средства получили, соответственно, могут подрывать уплаты налогов. Вы говорите, что он должен зарегистрироваться как ИП, да? У него есть затраты на производство контента, то есть он должен работать как уже полноценная компания, то есть предоставлять отчеты ежемесячно, там, убирать вот эти расходы, которые он потратил на производство контента, подкрепляющие документы. То есть, если он будет заниматься, как бы, вот этой всей волокитой, соответственно, он не будет производить нормальный контент. Вы хотите сказать, что, возможно, он в конце не прибыл, получаетесь, соответственно, на самом-таки деле? Вы знаете, да, вы правы, но, к сожалению, на сегодняшний день, особенно, скажем, если он зарегистрируется как, скажем, плательщик налог по упрощенной системе, как мы все знаем, что налог по упрощенной системе работает по кассовому методу, и результат финансовой хозяйственной деятельности здесь не имеет значения. Особенно для, скажем, физических лиц, которые осуществляют свою деятельность как индивидуальный предприниматель. То есть, как, например, если вы получили, допустим, 100 СОМОНов, то есть, независимо от результата финансовой хозяйственной деятельности, вы должны будете оплачивать, скажем, 6%, если это услуга, но если это производство, это 5%. То есть, соответственно, предприниматель, когда, мое мнение, опять же, занимается этим, он должен, соответственно, посчитать, что в результате у него что получается. Если он действительно получает, как бы, убыток, то, соответственно, он, в принципе, получается, не должен этим заниматься. В России немножко по-другому поступили, это самозанятость считается, и, соответственно, оно имеет характер совещания. Я не хочу, как бы, систему налогообложения, самозанятости здесь говорить, но это многие блогеры, я считаю, что они занимаются самозанятостью. Но на сегодняшний день нормы налогового кодекса так требуют, и, соответственно, при необходимости с них требуют, будут, соответственно, эти нормы. Хотел бы сказать о том, что да, на ваш вопрос, ответ на ваш вопрос, что да, в конце, может быть, и они получают убытки, но если они осуществляют свою деятельность, и они зарегистрированы как платежных налог по упрошенной системе, это не имеет значения. Ну вот, смотрите, они получают доход извне, по сути, сейчас только рынок развивается, они начали производить контент. Сейчас у них появился новый барьер, соответственно, у них есть затраты, еще им нужно будет платить налоги, соответственно, рынок будет тихо-тихо опять умирать. Соответственно, мы пассивного дохода извне получать уже не будем. Вы знаете, для того, чтобы, может быть, у налоговых органов, как бы я такую оценку не могу дать, есть достаточная информация о том, что блогеры получают достаточную сумму доходов, чтобы на сегодняшний день уже облагать их налогам. Но фактически вот этот доход, который блогер получает, как и иммигранты, да, например, семьи иммигрантов, они же эти деньги тратят, покупая что-то, они везде выплачивают косвенный налог. Вот, то есть он фактически эти деньги, часть идет все равно на налоги. Мы тогда даже считали, что большая часть денег, да, вот от мигрантов, сколько пополняют бюджет именно за счет косвенного налога, который уже наложен на товары, покупаемыми этими семьями. То же самое с блогером. То есть он получил доход какой-то, он же эти деньги не держит в кармане где-то или где-то в банке, он их тратит и при этом оплачивает НДС. Если он не будет получать этих денег, он будет меньше тратить и, соответственно, меньше будет НДС поступать от купленных товаров. Я с вами согласен, но я вам могу еще привести другой пример. Обычно, когда физическим лицам оплачиваются такие услуги, давайте возьмем обратную ситуацию. Вы наняли блогера, скажем, не в территории Республики Таджикистана. Пускай это будет Республика Узбекистан, или, скажем, Республика Казахстан, или пускай будет Россия. Вы оплачиваете определенную сумму за его услугу. Ваша компания, например, нанял блога, чтобы, допустим, каким-то образом он прорекламировал вашу продукцию на территориях другой страны. Когда вы оплату производите, если бы это простое физическое лицо, вы с него должны на территории Республики Таджикистана удержать подоходный налог 25% согласно статье 103. Почему 25%? 103. Это ставка налога, да, скажем? Почему 25%? Ставка налога на доход не физическое лицо, не резидент. То есть вы должны с него удержать этот налог, а потом оплачивать. И этот физическое лицо с вас может потребовать, что если вы с этой дохода удержали 25%, то убедительно прошу вас, предоставьте мне справку о том, что с этих доходов уже обложен налог на территорию Республики Таджикистана. Это дает право тому физическому лицу нерезиденту у себя в стране зачитывать, что с этих сумм уже обложен налог. Теперь возвращаемся к вашему вопросу. Блогер физическое лицо Республики Таджикистан, пускай пока так, если он индивидуальный предприниматель, за оказанную услугу он получает доход и оплачивает его за пределом Республики Таджикистан. И вдруг у него с него удержали налог с источника выплаты, то пускай соответствующую справку предложат, и он физическое лицо имеет на территории Республики Таджикистана за счет иностранного подохода налога. Немножко расскажу, именно эта статья 129 глава вообще начинается, за счет иностранного налога, именно начинается со статьи 129. Вы оказали услугу как физическое лицо нерезиденту юридическому лицу. За это он вам оплату произвез и с вас удержал 10% подоходного налога. Вы декларируете этих доход на территорию Республики Таджикистан, так как ставка у нас 13, оставшиеся 3% будете оплачены на территорию Республики Таджикистана. Или наоборот, то есть, если я правильно как бы озвучил, да, то есть с вас 10% удержали у источника выплаты в другой стране, а остальные, то есть до 13%, 3% вы будете как бы оплачивать на территорию с улицы Таджикистана. Другой пример. Если вы оказали услугу юридическому лицу нерезиденту, и с вас за это, то есть вы получили доход, с вас удержали, скажем, 20%, а ставка у нас 13%, задается вопрос. То есть сумма ставки, которую с вас удержали, он превращает ставку, действующую на территорию с улицы Таджикистана. То есть эти 7% никто вам не компенсирует, и не возвращает, но вы больше налогов не оплачивать не будете на территорию Республики Таджикистана. Так как, ну, как бы, многим задают вопрос, а почему я там больше оплачивал бюджет в Республике Таджикистан, как бы вас не компенсирует, эту часть, разницу, эту сумму не компенсирует. Но то, что вы получили 20%, то есть вас удержали 20%, это был ваш выбор, что доход получили у источника другой страны, и, соответственно, вас удержали 20%. Как мы понимаем, налог на Google был принят только ради того, чтобы пополнить бюджет, то есть найти новые источники пополнения государственного бюджета? А может быть, можно было бы придумать что-то другое? Вы хотите узнать мое мнение о способе пополнения бюджета? Да, ну, как бы, это требует определенные исследования, но, по крайней мере, я бы предполагаю, что, ну, я бы предположил, что ставки налогов, можно много говорить об этом, понижать ставки налогов и должны оплачивать все. Понижать ставки налогов, ну, это же скажут, извините, это же дыра потом появится на какое-то определенное время. Я просто хотел дополнить, что, почему, из какого расчета? Вы, ну, как бы, многие, как бы, сейчас не согласны с этим будут, но у нас определенные категории юридических лиц, не буду указывать именно какие освобождения от, вообще-то, платы налогов. Кто занимается, скажем, переработкой хлопковолокна, или, скажем, кто... Птицеводство. Птицеводство. Мое мнение, я против этих освобождений. Почему? Многие скажут, что, да, я ничего, может быть, не понимаю в этом. Так я вам могу задать встречный вопрос. Например, налоговый кодекс на сегодняшний день таких предприятий освобождать на 5 лет. После 5 лет они как будут жить? Придут вот такие счета по налогам. Просто о том, что если компания постоянно платит налог, у него появляется налоговый иммунитет. То есть он, оплачивая налог, он понимает, что определенную сумму он должен оплачивать. Предполагалось бы, что их не освободит, а для них принималось специальные ставки, пониженные ставки. Чтобы за эти 5 лет у них хотя бы было бы налоговый иммунитет. Я себе не могу представить, что компания, которая была освобождена от уплаты всех налогов, а после 5 лет он начинает оплачивать. Правда, время покажет, но опыт других стран это ничего хорошего не приводит. Это первое. Второе. Мое мнение, в скором времени мы должны перейти на безналичный расчет. Мы найдем и оборот деньги, и соответственно, и мы найдем и наш ВВП. Это опять же наш взгляд. Безналичный расчет, это и есть основной момент пополнения бюджета. Да, многие с этим не согласны, многие этого не хотят. Но чем раньше мы перейдем на безналичный расчет, мы многие проблемы уберем. И касательно дополнительный час пополнения бюджета, и мы найдем это. Деньги эти найдем. А если нам препятствует интернет установить везде? Ну, это как бы не такое, не для меня, наверное. Ну, вот с другой стороны, с одной стороны, как бы мы идем к этому, с другой стороны, мы сами себе же палки в колеса вставляем. Возможно, но международный опыт показывает о том, что если мы действительно хотим иметь дополнительный источник пополнения бюджета, основной момент это мы должны перейти на безналичный расчет. И, соответственно, да, я посмотрел нормы налогового кодекса, что там те компании, которые осуществляют платежи безналичный расчет, они их стимулируют. Не могу сказать, по каким ставкам. Это дает возможность как бы перейти именно на безналичный расчет. Но это есть, я считаю, что это один из правильных путей, что мы должны перейти на безналичный расчет. И количество освобожденных от уплаты налогов они должны оплачивать. То есть, если они не оплачивают, то эта нагрузка попадает, соответственно, на других налогоплательщиков. А, соответственно, ставки будут уже высокие. Соответственно, опять же, будет нагрузка на одного налогоплательщика. Здесь много вопросов именно касательно, опять же, налоговых иммунитетов, которые освобождены. Я уже как бы говорил. Поэтому вот мое мнение именно на сегодняшний день пока так. Скажите, а почему в налоговом законодательстве, именно в налоговом кодексе так много белых пятен? Что вы имели в виду именно белых пятен? Есть статьи, которые, например, противоречат друг другу. Либо их может толковать налоговый инспектор так, как он хочет. И я с вами соглашусь. Почему? Потому что как бы и в прессе мы это слышим. Но вопрос того, что иногда многие вопросы, которые говорят, есть противоречия, но если внимательно посмотреть, этих противоречий нету. Почему? Объясняю, что не все, к сожалению, понимают налоговый язык. А почему бы не сделать его проще, чтобы понимали все? Сейчас попробую вам объяснить этот вопрос. Вы, возможно, противников этого очень много. Но, к сожалению, я бы мог сказать о том, что посмотрите другие нормы, другие кодексы. Они скажут, это Таджикистан, оно должно быть свое. Да, это тоже правильно, но само стилистике именно налогового законодательства иметь свою особенность. Чтобы понять в налоговый кодекс, опять же, вот я удивлю вас, надо его читать не с первой главы, а со второй главы. Сперва надо понимать определение терминов для этого кодекса, что они в этом кодексе как понимаются. Например, слово, как несколько раз повторяло, слово резидентство или нерезидентство. Или, скажем, слово, опять же, проценты или дивиденды. Эти слова, допустим, в других нормативных правовых актов, они могут озвучить и иметь другой совершенно смысл. Но в налоговом законодательстве они имеют свое особое место, они имеют другое значение. Работа, это тоже касается, опять же, работа, это как бы пример. Работа по найму, саму поставка товаров или основные средства. То есть любые термины, которые используются в налоговом кодексе, имеют свое особое значение. Чтобы понимать саму норму налогового кодекса, надо это, как бы более всего. Как я уже, я уже, как бы вы, наверное, знаете, что я больше свое время, как бы занимался тренингом, около 16-17 лет, я именно читаю норм налогового законодательства. И мне задают вопрос, почему, когда мы читаем одну статью, ссылка идет на другую статью, мы открываем другую статью, мы забываем, что мы искали. К сожалению, большому сожалению, норм налогового законодательства имеется вот за язык. И ключ его, именно для того, чтобы его понять, надо сначала понять само определение терминов в налоговом законодательстве. Ответ на ваш вопрос могу сказать следующее. До этого изменения, которые были именно в статье втором и четвертом, если не изменять память, там указано, что если между двумя статьям налогового кодекса идет противоречие, раньше, кстати, этого не было, то если эти противоречия идут между двумя статьям налогового кодекса, тогда, как бы, если доходит дело до суда, то судебные органы должны принять решение в пользу налогоплательщика. То есть, действительно, это раньше не было, это, как бы, один из основных моментов, который был, как бы, изменение в налоговом кодексе. Я считаю, что это имеет особое свое место именно в налоговом законодательстве. Я сейчас, возможно, вас удивлю, а может и не удивлю, суд еще пока не принял ни одно решение в пользу налогоплательщика. А у вас это соответствующая статистика? Ну, статистики нет, я просто обычно по тем громким делам, которые проходят, пока, пока... Ну, так как у меня, к сожалению, статистики нету, я не могу сказать, что кто, как бы, выиграл, или налогоплательщик выиграл, или... Ну, я, по крайней мере, не встречалась с таким кейсом пока. Давайте я скажу, опять же, свое мнение, это есть, это определенные циклы. У этого цикла есть свое начало и свое конец, соответственно. Если это какое-то уже, как бы, было бы начало, и вы считаете, что, допустим, никогда в пользу налогоплательщика не принималось решение, рано или поздно этот вопрос, как бы, свое... Я думаю, что найдет свое решение. Аки Бахруло, вот, большинство предпринимателей жалуются на то, что они не могут включать свои расходы на рекламу, то есть, интернет-рекламу в свои расходы. Что вы думаете по этому поводу? И почему это так? Да, это вопрос неоднократно, как бы, уже поднималось, и налогоплательщики не один раз жаловались о том, что они не могут, как бы, включать, и, соответственно, налоговые органы требуют о том, что они соблюдали постановление Министерства финансов от 2000 или первого или второго года. Это постановление, оно действительно есть, но мое мнение, что после принятия этого постановления неоднократно менялась налоговая система. На сегодняшний день, налоговый кодекс по иерархии нормативных правовых актов намного выше стоит, чем постановление Министерства финансов. И налоговый кодекс никаких ограничительных норм касательно расхода на рекламу не устанавливает. Кроме того, статья 2 налогового кодекса указывает о том, что кроме налогового кодекса в какие нормативные правовые акты могут быть рассмотрены вопрос налога и налогообложения. Там, к сожалению, этого нормативного правового акта, скажем, постановления Министерства финансов я не вижу. Поэтому, мое мнение, никаких ограничительных мер касательно, то есть, ограничительных мер вычетов по рекламе налоговый кодекс не устанавливает. Но, если требуют это налоговый орган, то тогда налогоплательщик должен иметь соответствующие знания, квалификации в области налогового законодательства, чтобы мог себя защитить от этих требований. А в постановлении Минфина речь идет о том, что не больше 20% от валового дохода? На рекламу может быть потратить? у вас там 1,4% всего лишь. 1,4%. То есть, если я, скажем, хочу выйти на мировой рынок, стать брендом как Red Bull, соответственно, мне туда дорога закрыта. Ну, если ты не знаешь налоговый кодекс, да, а если ты знаешь налоговый кодекс, ты можешь им сказать, что нет, в налоговом кодексе этого ограничения нет. Добавлю, дело в том, что расходы на реклама мое мнение, что если вы рекламу размещаете на территории Республики Таджикистан, вы как раз другим примером как бы как это озвучивали сегодня, что мое мнение, что если, например, вы рекламируете свою продукцию, оплачиваете рекламной кампании доход, фактически рекламная кампания от этих доходов платит свои налоги. То есть, есть источник, дополнительный источник пополнения бюджета. У рекламного агентства есть, соответственно, свои сотрудники. Они получают зарплату, они платят подоходный налог и социальный налог. Соответственно, эти расходы за собой несут, то есть, расходы на рекламу несут у другого источника пополнения бюджета. Это первое. Второе. Если налоговые органы возможно иметь в виду, что необоснованные высокие затраты на рекламу. Да, на сегодняшний день мы все понимаем, что двигателем торговли это является реклама. Но, когда вы делаете калкуляции или какой-то бизнес-план делаете, вы должны обосновать свою рекламу продукции, что оно насколько, соответственно, эффекта дает, чтобы убедить налоговых органов, что оно действительно, фактически, было направлено для получения большей дохода, чтобы больше платить налоги. То есть, вы рекламируете свою продукцию или свою услугу, чтобы получать больше доходов и, соответственно, если вы получаете больше доходов и, соответственно, больше вы платите налог. Я считаю, что реклама является часть косвенно является платить больше налоги. Это мое мнение. Это был очередной эпизод цикла «Бизнес-среда» от Академии Трех Медведей. Этот цикл мы пишем специально для предпринимателей. Сегодня у нас в гостях был Бахруло Мулоев, управляющий партнер Международной аудиторской компании «Ресен Таджикистан». Спасибо. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова